Картину ученый в кабинете создал голландский художник Исаак Дейдервиль. Родился он примерно в 1612 году в Лёйдене. Кроме него в семье было еще трое детей. Отец Исаака, француз, осевший в Голландии и женившийся на Голландке, оставил сыну французскую внешность и хорошее состояние, дожидавшееся его совершеннолетия. Недалеко от дома Идервилей жил знаменитый художник Рембрандт Ван Рейн. После смерти родителей в декабре 1629 года Исаак Дейдервиль становится учеником Рембрандта. В это время он находился под опекой пасторов. Из сохранившихся квитанций видно, что они платили за его ученичество у Рембрандта годовой взнос в размере 100 гульднов. Идервиль становится одним из первых учеников великого мастера. В 1630-е годы Исаак Дейдервиль изучал философию в Лейденском университете. Это обстоятельство и побудило его написать картину ученой в кабинете. Красноватый свет солнца из окна и горящая свеча указывают нам на рассвет. В левом, нижнем и правом верхнем углах композиции лежат глубокие тени. Главный герой засиделся над книгой до раннего утра. Его поза и устремленный вдаль взгляд говорят о глубокой задумчивости. Лежащие на полу в беспорядке книги уже прочитаны, а музыкальные инструменты использовались для творческого вдохновения. Считалось, что игра на струнных музыкальных инструментах благоприятствовала созданию меланхолической атмосферы умственной деятельности. В то же время представленные здесь предметы, книги, ноты, лютня и скрипка имеют скрытый смысл и символизируют идею бренности всего земного. Есть ощущение, что разбросанные предметы разочаровали ученого и малозначимы в его познании бытия. Даже висящая на стене шпага давно забыта, что говорит об отказе мужчины от активного существования и желании заниматься только интеллектуальной деятельностью. В выражении лица главного героя показана некая одержимость. В занятии познания мира и отсутствии интереса к чему-либо еще. Автор сделал акцент на двух объектах, представленных на втором плане. Круги на стене, состоящем из двух концентрических окружностей и шаре, свисающем над головой ученого и проецирующимся на центр круга. Такая эмблема имеет философское значение. В труде швейцарского мыслителя Теодора Беза она описывалась так. Видишь, как окружность со всех сторон охватывает центр и находится от него всегда на одинаковом расстоянии. Она показывает, что небо окружает нас со всех сторон. Пункт, который занимает центр, изображает землю. Куда бы ты ни пошел, до неба будет везде одинаково далеко. В работе над этой картиной художника очень увлекает передача атмосферы процесса познания и размышления человека, попытка показать ученого на пути, возможно, нового открытия в науке. Размер этой картины 53 на 71 сантиметр. Находится она в Серпуховском историко-художественном музее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok